здравствуйте хочу подключать немножко на вопросы только быстренько вопрос от дариночки как наказываем детей за плохие оценки это в основном так поругаю немножко ну и я уже говорила как-то один раз что вот алина у нас закончила с двумя с тремя тройками четверть но я пригрозила что если она их не исправит она всю четвертую четверть не будет гулять будет сидеть дома и учить уроки ну вот однажды у нас дарина за день принесла три двойки что-то там по русскому по литературе по моему и по математике я ее наказала очень сильно она две недели была у нас без сладкого вот ну в смысле не то что там без сладкого но в основном без конфет а так вот там повидло варенье все можно было есть даже всю выпечку мою что мы там пекли единственное что без конфет вот мне это конечно там нарушала ну как бы наказание такое было больше всего за плохие отметки даже не плохие отметки настя всегда попадала потому что например я знаю что настя могла бы учиться на дни пятерки и как бы я ее всегда насчет этого гоняла что настя учись настя учись ты можешь она часто обижалась на это почему ты меня всегда ругаешь а алину с дариной нет ну алину я хотя бы что без троек училась а дарина что без двоек ну кто как может так и учится печенье шоколадное любимые цвета у меня и моих детей я у детей поспрашивала я люблю зеленый часто выбираю все зеленое алина сказала что она любит синий дарина красный саша сказала разноцветная она любит но блестящее все а женя по моему она сказала розовый потом опять что-то там фиолетовый в общем опутается на томочек еще не знает а у насти я не спросила и если честно даже не догадываюсь какой она любит вот какие блюда больше всего любят ну как бы в нашей семье пельмени макароны и котлеты курица конечно в духовке в основном вторые блюда вот я суп варю каждый день свежий суп суп едят папа и томочка вот . вторые блюда не может там поковыряет чуть-чуть и все остальные все вторые блюда только любят вот но если конечно в доме есть колбаса и сыр есть вообще никто ничего не будет будут только вот бегать бутерброды есть вот ну еще на истык молоком залитый вот такое вот так дети любят еще предпочитают из одежды это все вопросы печеньки шоколадной настя джинсы алина тоже брюки и джинсы ну хотя настя и платье может одевать особенно когда в хорошую погоду с сапожками там с лодочками там что-нибудь таким что вот можно одеть сейчас такая погода что в основном в брюках дарина любит юбочки одевать хотя тоже и брюки на брюки она любит в основном таки узкие узкие дарина носить любит вот платье по праздникам все саня однозначно брюки платье она очень очень редко и ей правда не идут она такая кореностенькая у нас девочка ей хорошо в брючках шортиках хорошо женечка у нас очень любит наряжаться она любит юбочки она любит платьишки колготочки вот это вот женя очень любит она у нас девочка девочка томочка еще маленькая как мама оденет так и хорошо но уже в какую-то футболку лишнюю что то есть у меня такая зелененькая пробовала я одеть я прям удивилась она ни в какую не хочет уже все уже начинает выбирать что она хочет одеть такая маленькая вот ну я однозначно только брюки ношу вопрос от марине пелевиной топим углем или дровами сколько стоит у нас и дрова мы топим только дровами потому что если топить углем нужно нужно было печь класть совсем по-другому и насколько я знаю у меня вот знакомые если которые если они топятся углем то у них называют углярка она за пределами дома потому что это пыль это грязь и ну в общем так как-то делают отдельно стоящую блярку чтобы отдельно было дома ну вот мы топим дровами потому что у нас кирпич не такой как который подходит для топки углем и у нас как бы машина дров стоит получается там 7 кубов стоит примерно 5 500 если чистая береза от пяти до четырех с половиной если смесь вот мы покупаем только чурками чурками покупаем потом вася раскалывает и мы потом уже складываем потому что вот как сосед у нас привез дрова ну как бы бревнами вот этими у нас некуда ложить мы уже всяко ну некуда вообще получается тут у нас столб стоит а там уже соседи и положить у нас некуда и как бы у нас для довод от дороги если мы близко ну в общем некуда нас ложить эти бревна мы покупаем чурками вот ксения коксарова задала вопрос платим ли мы за питание до запитание мы платим все все ребятишки мне садик мы не платим вот как все опекаемые дети приемные дети не платят а вот в школе за питание мы платим все строим мария малевич и юлия данилик спросили дружны ли у нас дети не ругаются ли между собой ну в общем отношение детей между собой это конечно вопрос очень сложный потому что ребятишки все разного возраста разного характера все равно они все таки у меня характерные вот настя с алиной они как бы росли вдвоем и конечно не там ссорились а очень сильно я говорю вот когда мы алину домой привезли настя ревновала страшно и вот как то они так вот и росли всегда и них немножко между собой трение и думал бывает как они разругаются дали на спрятались спряталась там сидит вот она там у нас слушает что я тут рассказываю ссорятся и но раз сильно поругаются поссориться прям вообще пух и прах приходится аж мне вмешиваться как они тут ругаются спокойно посидим да ну они тут же как бы и тут же опять разговаривают хотя начинают там сразу алина попроси ты у меня что-нибудь то ты у меня попроси как начнут между собой но зато школе на улице они всегда друг другу помогают никогда не там не скандалят между собой дома есть дома они дома могут там и высказать друг другу все что хотят такое что я говорю что приходится и на рассмешаться мне ну опять же они между собой поругаются поссорятся но они где-то там и пошепчутся какие-то там у них секретики но вместе соберутся идут гуляют как бы ну не вместе с но дойдут там до куда-то потому что у страну возраст три года разница у насти уже свои друзья у алины естественно там свои друзья но все равно где-то там они вместе все равно бывают не иногда женя саши они тоже дома они вместе играют всегда вместе ссориться друг там плачут друг друга я бедничаю друг на друга но когда я прихожу за ними в садик они всегда играют одни но не всегда бывает что там кто-то к ним прям не вот там кто-то там с ребятишками но обычно они обходятся вдвоем вот им интересно вдвоем они играют и это сама томочка пока мамина с папина у нас дарина дарине сложнее всех потому что дарина хочет как бы с настей с алиной ну те не могут но у них разница большая но как насти с дариной будет как бы это алиной алина естественно не хочет дарину потому что я заставляю например день молодежи или день села или та же масленица или иван купала или там еще куда-то я и говорю бери дарину с собой бери дарину с собой она не хочет дарину брать с собой все равно приходится как бы поэтому у нее тоже бывают терки сильные между собой с дариной и как бы алиной ну дарина тоже она в чем не но всяко девочки из девочки все равно они там алина сразу я больше никогда собой не возьму в общем вот так вот и дарине конечно не интересно жени сашей те маленькие потому что разница в тоже в шесть лет получается и дарине не не с настень с алиной как бы дарина еще девочка алина то уже как бы девушкой себя считает как бы друзья уже там другие интересы совсем другие уже дарина у нас получается только с мамой вот только как бы со мной и так вот получилось что до дарине у нас у нас у соседей напротив вот тамара с володей внучка на лето приезжает вот у них разница в один год и она постоянно с кристиной ну вот на каникулы на зимние на весенние кристина приезжает и они вот всегда вдвоем им весело и интересно возраст потому что у них подходит друг дружки вот а так вот конечно взаимоотношения детей ну хочу сказать что бывает гром и молния ну через буквально там минуты проходят и опять они все вместе играются все не все плохо сказать что прям сильно плохо такого я не хочу сказать что бывает 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 что и месяц и два тишина и спокойствие потом бывает что там ругаются потом опять все нормально спокойно ну в общем как у всех я думаю нету таких семей где не ссорятся дети такого нету нормально все я думаю так вот кристина вопрос вы сами называли детей единственного ребенка которого мы сами назвали это настя по документам настена была лилией и было лилией она до 14 лет почти до 15 вот в девятом классе настя получила когда восьмой класс закончила получила паспорт она и где-то там но прошло месяц совсем наверное я на мама давай поменяем вам давай поменяю потому что я потом получу как бы аттестат после девятого класса я не хочу что там была как была фамилия другая ну мы пошли заплатили мы как бы за перемену имени отчества и фамилию она поменяла полностью все настя вот она теперь кошенко анастасия василина а так она была ли остальные имена у всех все далее кому мама биомама дала именно в основном в роддоме давали имена там где выдают кто выдаевал как бы свидетельство рождения они и ребятишек называли своими именами ну вот единственное что у нас вот женя она жанна по документам она жанна но как бы не очень далеко женя жанна она прекрасно знает я уже говорила неоднократно о том что мы но мне тут писали что типа нельзя это совсем другое имя ну да я знаю что имена это совершенно разные жанна и евгения разные но женя знает что она жанна и ну как бы она ей говорит ну она отвлекается и на женю и на жанну я как бы говорю что от саша это александра вот а женя жанна но она больше любит женя ну как бы разница была большая лилия и настя вот она тоже очень любила что ты лилия называли очень любила и женя не хочет чтобы как бы ее жаной называли но не знаю может быть там как нибудь потом может быть ей 7 лет понравится жанна она не захочет больше чтобы называли жени будем жаной звать сейчас покажение саша жениса же как-то нормально ну все спасибо большое что послушали сейчас алиночка хочет передать приветы иди сюда доченька садись черная корона лиза коростилева соня иван нова наталья краханова с дочкой ариши и мира грестюк немножко с ошибками алиночка написала мы передаем большой при большой привет у нас весна и у вас я надеюсь тоже доченька не надо мило больше счастья здоровья успехов вам всем спасибо что смотрите нас привет и нам передаете удачи вам вам всем до свидания до свидания